Так, эта серия будет без отдельного вступления, у нас тут вообще-то есть дела. Просто, здравствуйте, по традиции, желаю приятного аппетита всем, кто ест пьёт, а также приятного просмотра. Всё! Так, во-первых, мне нужно заволтать контролёра, которого я убил в прошлой серии, потому что иначе я не смогу сдать квест. Спасибо, что сказали. Вот, у него есть аномальный череп, скальп снят из суперконтролёра на радаре. В полной темноте можно заметить исходящее от него свечение. Да, он довольно красивый. Во-вторых, по поводу флешки номер один я так и не понял, мне вроде никто ничего не сказал, где я посеиваю эту флешку, может, кто-то заметил, где я её оставил. Может, и сказали, но я не увидел, честно. Пытался найти комментарий про флешку, не нашёл. СВД я оставил, к слову, где? В вертому городе я оставил. Ну и сейчас мы вернёмся на армейские склады, сдадим задание кому? Никому, что ли? Подожди. А, ну Лукашу, Лукашу вроде нужно отчитаться. Ну и чем заняться далее, я не знаю, потому что по квесту с БТРом у меня пока тупняк. Идти на радар, что ли? А может сейчас сходить? У меня, в принципе, код есть, я могу идти на радар сейчас, почему бы и нет. Ну, на радар я имею в виду подвыжигатель. Так-то я и так на радаре. Чё думаете, пацаны, рискнём? Патронов, правда, на самом донсе осталось, но... Давайте, тварей, в два ствола отстреляем. Поехали, короче. Найс СВД. Да, без СВД туговато. Это правда. Винторез как-то косит, блин, я не знаю. Куда вообще пули летят, я не понимаю, короче. Такой бред. Нормально сначала в интернете я показывал, а сейчас какой-то бред. Хотя вроде... Ну, у меня, конечно, да, потрёпанный, но не прям же так жёстко. Наверное, сейчас сниму с монолитовца СВД просто дефолтную. Ну и всё как бы. По факту СВД черепа... Так, тихо, не взрывайся. СВД черепа по факту же тоже дефолтный СВД, верно? Кстати, самое интересное, это что у монолитовцев вообще денег не нахожу. То есть даже у зомби я там находил по... А, нет, ладно, мне просто не повезло. Я просто смотрю, найденные деньги 80 рублей. Думаю, нихера себе, я даже зомби столько не ловил. Хотя, казалось бы, да, откуда у зомби деньги? Ну, в принципе, у монолита откуда деньги? Но между бедными и богатыми, наверное, монолит богаче, чем зомби по деньгам. Так, всё, есть СВД. Правда, прицел тут, кажется, немного другой. Или такой же. Ну-ка, сейчас проверим. Это монолитовец? Конечно, монолитовец. Кто ещё? Ну, прицел вроде чуть другой, но я не уверен. Я просто забыл, какой у меня там прицел был. Готов. Так, помните, у меня же ещё код от какой-то двери есть. Возможно, это вон та дверь. Нужно будет проверить. Красавчик мастер, выручаешь вообще здоровски. Скоро 4000 очков у него будет. Я вроде принял решение не давать ему больше фору. А в итоге он меня всё равно догоняет. Вот тварь, а. Я не видел то, что он лежит, просит аптечку. Сорян. Да, СВД действительно можно так быстро стрелять, оказывается. Просто мне почему-то казалось, что нельзя. Ладно. Так, пойдём, мастер. У нас тут есть трупы учёных. Нужно их обыскать. Не знаю, задействовали ли как-то их тут в какие-то квесты. Может, я сейчас что-то найду у них интересное. Но что-то я в этом сомневаюсь. Ну, трупы, трупы, чё бубнить-то? Найденных КПК никаких нету. Всё нормально. Прохоров так и не покинул зону ещё. Всё ещё на третьем месте висит. Так, можно отслеживать, короче, когда он покинет зону. Так, а это кто по нам сейчас стрелял? Мастер, выясните и убить, пожалуйста. Я пока что наверх. Отдавай, ай-яй-яй, отдавай патроны. Так, ну и вот у нас кодовый замок, дверь заперта. И давайте поищем тот КПК, который находил. КПК Монолитовца. Так, нет, это не то, подожди. Вот, КПК Монолитовца с маленькой буквы. 342-089. Давайте посмотрим, подаёт ли этот код сюда. Нет, он не подошёл. А отчего тогда этот код? Хм, может под выжигателем какая-то комната открывается. Ну, в частности, та с боеприпасами. Не знаю, не знаю. На всякий случай, черканите в комментариях. Даже если я потом дальше по тайм-коду активирую код, всё равно черканите сейчас. Лишним не будет. Может, для тех, кто просто проходит и там видео как-то не полностью смотрит, в комментарии заглянет, узнает что-то. Так, там Монолитовцы. Мы им сюрприз вот такой сделаем. В виде подрыва бочек. Так, где там следующие бочки? Блин, СВД вещь на самом деле. Без СВД, радар. Точнее, выжигатель было бы труднее штурмовать. Блин, у всех почему-то именно тушёнка говяжья. Или какая она там? Ну, говяжья, да, корова уже нарисована. Свиноговяжья, ладно. Ох, блин, успели выбросить. Так, никаких тут вот этих вот... Помогите аптечку, а то узнаю я вас. Везёт мастеру, ему ни пси-защиты, ничего не надо. Шлем у Сахарова никакой ему не нужен. Чисто пришёл со мной, ну как бы и всё, и сидим. Так, снайперов нужно убрать. Всё, тут уже начинает жмыхать. Голову мою. Так, там ещё одна вышка же есть или нет? Я не помню. Вот эти две я зачистил. А, по-моему, ещё же одна есть. Так, я помню, что-то в последних прохождениях я постоянно через Тудеру... Ай, блин. А чё там такое, аномалия? Через Тудеру в заборе шёл. В этот раз пойду нормально путём. Как идут все обычные люди. Так, вижу артефакт. Ну, конечно, это... Ой, блин, испугался. Такое себе место искать артефакты, но... Раз уж он по пути, почему бы не забрать? Надеюсь, он мёртв. Видите, я сейчас такой прикол был? Они втроём в ряд стояли. Я всё время попадал... Ну, вообще, стрелял в первого, да? В итоге, вообще, попал в заднего. Потом убил среднего. И только потом уже убил того, в кого стрелял изначально. Так, по мне сейчас какой-то гейш шил, но я не могу понять, кто. О, ни хера ты там засел, слышишь? Он не слишком ли высоко тебе, чел? Как говорится, высоко сижу, далеко гляжу, но это уж совсем перебор. Так, найти вход в бункер управления. Да, это дефолтный квест. Ремнобор на всякий возьму. Кстати, да-да-да-да-да, ремнобор мне нужен. А я у вас найду чего-нибудь, что... Блин, мне винторез нужен ещё один, получается, чтобы починить свой винторез. Но монолитовцы, по-моему, с винторезами не ходят. Они вот с этими дерьмовыми пукалками ходят, которые вообще не стреляют нормально. Ну нет, она, может, нормально стреляет, кстати. Я почему дропнул её в тот раз? Мне анимации не понравились. Она как-то, не знаю, всратая. По урону вроде там, по характеристикам она не сильно отличается. Но при том, у неё фиговая анимация, она долго перезаряжается и так далее. Ну, конечно, глупо судить по анимациям, да? Но на самом деле анимации много решают, потому что она занимает много места на экране. Перезарядка долгая. Ну и вообще она какая-то всратая в целом. Вообще, знаете, люблю ванильную оружейку. Вот серьёзно. Ну нафиг все эти оружейные паки. Ванильная оружейка топ. Просто можно, знаете, вот как в мадах Азауруса. Там тоже поначалу ванильная оружейка использовалась. В последнем сталкере уже, по-моему, не очень ванильная. И там, получается, просто на основе дефолтных пушек делали какие-то новые уникальные. Там, типа, не знаю. Ну, точно помню, в апокалипсисе был этот даггер. То есть его сделали просто на основе винтореза. Другие параметры ему вкрутили. Какой-то скинчик налепили. И всё, ну согласитесь, классно же. Ну да, в 20-м году это такси. Но, знаете, я люблю старое, если честно. Не сказать, что я прям лютый олдфак. Но вот в таких каких-то моментах я иногда почему-то люблю больше старое, чем новое. Свой канал я люблю больше старый, чем новый. Ладно. Ну, старый канал я имею в виду не какой-то другой канал. У меня их просто нет. Ну, не считая Сундриси. А я имею в виду мой канал, там, не знаю, в 2017-м. Когда у меня был пердящий микрофон. Прекрасное время было, согласитесь. Так, ладно. Отбросим всю эту тему. Мы умерли. Так, ну тут мне уже СВД не пригодится. В бой идёт мой молот Джакона. Как же он ХП снимает. Так, тут какой-то код есть. Сейчас я ко всем, короче, этим дверям буду пробовать этот код, да, как дурак. 342-0-89. Его нужно просто запомнить. Нет. Но эта дверь, по-моему, не открывается, кстати. Точнее, за ней ничего нет. За ней просто текстура земли. Так, кровосос. Ну давай, давай, нападай. Я вижу тебя на биорадаре. Проклятие. Так, ну блин, мастеру никакой биорадар не нужен. Это мне нужно там что-то... Ой, напугали. В правый верхний угол смотреть, отвлекаться, чтобы всё это дело обнаружить. А ему-то чё? Давай, убивай их. Потому что они жирные довольно, а твой ДШК их ваншотит. А я не хочу на них патроны тратить. Так, это я заберу. Споткнулся, бывает. Ещё зомбу. Так, да тут много зомбу. Ну-ка, мастер, быстро сюда зачисти их. А мне под вжигателем ничем не надо искать случайно. Просто вдруг. Да нет. Вроде квестов у меня, кстати, не так уж и много. Да и в целом, я сейчас на такой, знаете, предфинальной стадии игры. Но вот чё-то как-то я на ней задерживаюсь. Потому что у меня остались такие квесты довольно долгие. А-ля БТР, да. Три батарейки найти. Вот где их вы с рутви у меня есть? А где ещё одну выкакать? Я не понимаю. Возможно, нужно мобов в электрах убивать. Ё-хэ-зэ. Ну же, помните, тогда я нашёл в Мёртвом Городе батарейку просто в электре. А в электре, по-моему, труп был. Разве нет? Я точно не могу знать. Я забыл. О, боже, как же он дамажит. А броня у меня вообще уже, кстати, убилась наполовину. Это что мне так убило? Вот эти вот фокусники жирные или чё? Мастер, иди, ну вон он там. Захерач его. Ясно, это всё о своём. Так, ну-ка, кот. Ой, идут! Они идут! Красавчик, минус два. Может, вот эта дверь открывается? О, да. Но тут ничего интересного. Как бы чисто вот патроны, аптечки, гранаты. Поэтому такое себе. Ну, хотя, чё я ожидал? С обычного Монолитовса подобрал этот КПК. Чё оно мне откроет? Клондайк артефактов? Ага, захотел. Тут ещё сейчас будут кровососы. Вижу по биорадару. Он не ожидал меня, кажись. А вот я его ожидал. Готов. Так, код, кстати, я знаю, как мне запомнить. Написали в комментариях, что если перевести этот код на русскую раскладку, получится сталкер-клык. Вот, поэтому... А где код вводить? Вот тут? Да, сэри, включить код. Нет, мне нужно на английском вводить. Сталкер-клык. Пароль подходит, можно отключать выжигатель. Спасибо. Мне очень приятно. Мастер, я сейчас потеряю сознание. Мастер, мастер, посмотри на меня. Друг, прощаемся. Что за бред? Откуда он тут взялся? Он еще и ваншотит? Если б не картриджи мои, я б сейчас слился. Ой, как я ненавижу этих пулеметчиков драных. Подожди, а его патроны на мою СВД подходят? Да, подходят. Чего это я их не собираю? Ну, хотя у меня вроде патронов на СВД нет. Ну, маловато, маловато. Так, чел, давай не полись с читами хотя бы. Давай, иди вперед. Ладно, я по твоей голове пройдусь. О! Да что за бред? Ну, блин. Сейчас это бредово было. Он даже лечь не успел. Он просто вышел так, что я стоял в упор, нанес урон. И вот именно, он еще даже лечь не успел, а уже взорвался. Потому что он перешел в стадию, когда он просит аптечку, но анимация как бы сосет. Сейчас будем выносить тут всех, как всегда. Странно. Тут никого? Лол. Обычно сидели же тут всегда. Смотри, он показывает, типа, этот. А, нет, он себя по лбу бьет такой. Как же так? Я умер, боже. Какой же я дурак. Мне сначала показалось, он, типа, карту рот этот прикладывает. Ладно. Карту рот прикладывает. Карту руку прикладывает такой, типа, знаете, как показывает. Типа, закурить не найдется. Вот, то же самое. Но нет, он себя по лбу бьет. О, ну-ка, давай ПКМ по приколу возьмем. Ну, чисто попукаем с него. Мне вот интересно. Так, ну-ка. Концентраты, блин, сплошные. Этот ноет все. Ой, а ПКМ-то, кстати, в очень дерьмовом состоянии. Сейчас, вряд ли, мне с него удастся пострелять нормально. Перезарядка у него, мягко говоря, долгая. Ствол заклинило, говорит. Все, прощаемся. Давай, иди отсюда. Ой, а у меня патронов на винторез, кстати, осталось очень мало. Я его сейчас заметил. У меня уже, кстати, сейчас картридж иссякнет. Все из-за того мудака, который заспаунился сразу после того, как я поспал. Кто так делает-то вообще? О, нет, он сейчас взорвется. Подожди, давай не будем подходить к нему. Эээ, а где урон? Видели, сейчас пули сквозь пролетали, будто его тут нету. Странно. Все здесь странно. Красава. Охереть, ну и прорвало у вас. Еще идут. Нет. Все, минус картридж у меня. Ну, я заряжу, конечно, новый. Там просто уже все. Один заряд, какой смысл. О-о-о-о, тише, тише, тише. У меня уже скоро 6000. Но я немножечко ушел в отрыв. Вот, мастер, у нас был где-то разрыв 1100-1200. Сейчас уже побольше. Сколько? 1400 приблизительно, да. Кстати, ровно 1400. Ты погляди, какое изумительное, этот, ну, совпадение. Что ты тут сидишь, боже? Уже всех твоих корешей положили, а ты тут сидишь, крысишь. Ну, конечно, зато мне картридж снял петух. Заряд один, точнее. А, тут, короче, кажется, этот. Со своих позиций многие ломанулись. И поэтому так много моноритусов на меня выбежало. Ну, он бежит еще один. Куда бежим-то? Не расскажете. Все, выход. Чел, биорадар предупредил меня о твоем присутствии еще задолго до того, как ты додумался тут сидеть. Так что, давай, удачи. Ммм, кстати, а военные-то мне сейчас должны быть друзьями, разу нет? Или конкретно эти военные? Нет, они все равно враги. Обидно. Так, ну, я полагаю, буду сваливать через дыру в заборе на сей раз. О, патроны на винторез тут сейчас поснимаю. Ну, правда, их тут всего ничего, но все же лучше, чем ничего. Так, тут тайничок какой-то есть. Не знаю, что в нем. Через найс радиация, через тап, не смотри. О, да ладно, лол. Так, ну, вот это мы подберем, а потом складем. Батарейку нашел. Ёп твою медь. Все, пацаны, живем, дышим. Три батарейки есть, осталось херню на свалке найти для паттера. Все, кто мог, уже сейчас пробиваются к центру зоны. Одиночки, свобода, долг, даже наемники. Кто первый доберется, тот и получит все. Исполнитель желаний, клондайк артефактов, и черт его знает, что еще. Поспеши, если в саркафаге действует преисполнитель желаний, то тот, кто от первой доберется, его желание не исполнился. Приказа вам развернуться, не валяйте сюда нахрен. Сейчас как раз при этом собирается отряд ветеранов. Если подпишешь, пойдешь с ними. Нифига себе, ты что вообще тут раскомандовался? Сейчас мы вам покажем, кто и куда валить отсюда должен. Ребята, намыливаем задницы. Барман такой говорит речь, и свободуется. Нифига себе ему, ты что тут раскомандовался? Что-то свободовцы быстро, кстати, умерли. Ну да, тут урон у пушек жесткий, поэтому перестрелка между ними кончилась быстро. Кто первее, у кого быстрее анимация доставания оружия, тот и победил. Но у долговцев грозы, они достают их быстрее, чем вот эти свои пукалки. Они же когда спавнятся, они оружие типа заново достают. Вот, долговцы быстрее достали, расчехлили свои стволы, так сказать, ну и развалили свободу. Ну а там уже дело урона. Одна тычка, и ты за тычка. Так, ну что ж, какой сейчас план? Ладно, возвращаемся, получается, на армейские склады, докладываем Лукашу выполнение заданий, идём в бар, там подлатаемся, скинем нужное и так далее. Да, скинем нужное. Скинем не нужное. Отправимся на свалку, думаю, поищем эту хрень. Вернёмся к шурупу. Ну и... Ой, блин. Наверное, я буду серию заканчивать, потому что... Потому что запись идёт уже долго. Да, конечно, было бы неплохо починить батарею в этой серии. Но мне ничего не помешает сделать это и в следующей. Да и тем более то, что мне ещё вот эти вот артефакты пустышки вонючие искать. Мне ещё одну батарейку нужно найти и плёнку, кстати. Вот где их искать, без понятия. А, так мне этот армейский этот... А его нужно на пояс? А, да, так вот почему мне военные не были друзьями. Понял, принял. Ну тогда морфей... Не, морфей верни. Надо что-то другое убрать. Если вот это уберу... Нет, не хочу. Ну-ка, вот так вот сделаю. О, наша тачка. Ну пусть она тут стоит. Вы не представляете, как проблематично было проезжать барьер и начало радара. В прошлой серии это такой трэш был. О, военные друзья. В прошлой серии это такой трэш был, я просто это не вставил. Там, после того, как я задавил свободовца, по напарнику они, кстати, тоже не стреляют. После того, как я задавил свободовца, я 15 минут переходил вот тут вот эту всю хрень переезжал. И тут тоже. Потому что задние колёса этого багги, они больше, чем передние. И в целом задняя часть шире, и ты просто не пролазишь там даже элементарно между этими кулями. Ну и, конечно, по расстоянию более, ну, более... Ну вы поняли, короче, шире расстояние между ними было. Но задние колёса так не думали, и я там так бомбил, это жесть. Кстати, по поводу аномальных болтов, писали то, что осведомителю нужно 20 или 25. У меня 12. Где ещё взять эти аномальные болты? Я без понятия, конечно же. Но, в любом случае, фризит всё. Идём к Лукашу. Нужно тайники чекать, потому что если там написано артефакты, нужно 100% идти лутать. Мало ли там что-то нужное упадёт в плане артефактов. Ну вот видите, на складах у меня ни одного тайника нету с артефактами. В баре у меня вот тут один есть, но там говно. О, тайники на дикой территории стали показываться. Нойс. Костюм скаут. Так, ну тут, тут артефактов, видите, тоже нету. На янтере у меня есть куча тайников. О, тут скат валяется. Хера себе так-то. Так, это, видимо, тайники в лаборатории уже, потому что они что-то не подсвечиваются. О, редчайшие артефакты и очко какое-то. Сфрон экспедиции 2. Нужно будет проверить по-любому. Так, патроны гранаты. На свалке у меня ничего нет. Тёмная долина. Чё тут? Нет, тоже нет ничего такого интересного. Комбез туристы там, кстати. Это, по-моему, уникальный комбез. Переносимый вес много даёт. Ну и всё, больше у меня тайников нигде нету. Это печально. Я видел Миклуху и его ребят. Что с ними? Просили передать тебе привет. Нет, сами они живы и практически здоровы. Куда же они запропастились-то? Их какая-то необычная тварь держала. Пришлось лишний раз доказать свою крутость и вмешаться. Что? Что за пургу ты несёшь? Иди проспись. Небось, никуда не ходил на самом деле, кроме как в запой. Свободен. В смысле? Слушай, я тут завалил... Слушай, я тут завалил тварь, а тут пока твоих ребят выручал. Интересует. Охренеть. Отдай мне её, а я тебе расскажу, как попасть в старую подземную железку. Идёт по рукам. А, ну вот, анальный череп. Шнадцать тысяч. Так, и даунный переход. Переход с радара в ПЖД. ПЖД в тёмную долину. Если он долинит ПЖД... А чё за ПЖД вообще? Чё за говно? Ладно. Ну, нормально. Так, костюм страж свободы. Нахрена, главное зачем? Кстати, ремонт брони. О! О! Я починил себя по фуллам. Ну я крутой. Теперь иду в бар. Итак, я был в баре, скинул всё лишнее. В скобочках почти ничего не скинул. Флешку первую, кстати, я так там и не нашёл. Я вообще находил эту первую флешку. ХЗ. Короче, реально, напишите в комментариях, потому что клан Дайк. Ну, он в мёртвом городе, насколько я знаю. И желательно, конечно, вместе с БТРом всё это дело выполнить и забыть уже про мёртвый город. Так, вот он тайник с редкими артефактами. Смотрим. Пружина, собственно. Лунный свет и очко. Сытость минус 22. Выносность 51. Кровотечение 150. Вес плюс 5. Всего здесь минус 14. Неплохой артефакт, кстати, но я его одевать на пояс не буду. Так, и теперь я через проводника лечу на свалку. Будем искать хрень для БТРа. Ёптвою медь, что у вас тут творится на блокпосте? Жесть какая-то. Ладно, я неправильную точку выбрал для высадки, кстати, через проводника. Для того, чтобы нам найти аккумулятор, нам нужно идти на кладбище брошенной техники. Оно здесь одно. Это не отдельная локация, как у него там Кула в Чернобыле. Это вот маленький лагерёк тут, поэтому мы туда и отправляемся. На кладбище брошенной техники, как обычно, какая-то война идёт. Я не знаю, за что там война, за что воевать. Бандиты всё ещё пытаются отобрать эту точку. Зачем она им? Ну, через то в небе, конечно, они её использовали как конслагерного. Тут-то им это зачем? Не знаю. Тут, кстати, сталкеров побольше стало и поопытнее. А ТАС опять идут. Ну, я, короче, не буду вмешиваться в вашу войну. Нам нужна вот эта вот красная машина. Кстати, тут артефакт, подожди. О, да тут ещё и хабар. Ну, такой себе хабар, конечно. Но хавчик чё? Так, а где артефакт? Показывают где-то тут. Где-то тут. Под машиной или в машине. Так, друзья, я не понимаю. А где артефакт-то? А, вот, смотри. Огненный шар тут валяется. Нихера себе, так-то это не часто такое встретишь. Так, а тут чё? А тут, ну, ночная звезда. Ну, конечно, ночную звезду я встречал почаще, но всё равно тоже довольно классный редкий артефакт. Так, не отвлекаемся. Чё за тайник? Патроны граната? Нет, нам нужны артефакты. Вот эта красная машина. И вот он, аккумулятор. Всё, в следующей серии починим БТР. И нужно решать что-то с первой флешкой, чуваки. Где я её просрал? Я не понимаю. И где её вообще должен был достать? Может, я не был там. Напишите, пожалуйста. А пока, друзья, большое спасибо всем за просмотр данной серии. И если она вам понравилась, не забывайте ставить лайки. Также обязательно подписывайтесь на мой канал, прожимайте колокольчик, если тут впервые. Вступайте в мою группу ВКонтакте. Ссылку на них в описании. Так же, как и ссылка на скачивание этого мода, если вы хотите с ним поиграть. И ссылка на плейлист с этим прохождением, в случае, если вы не видели остальные серии. Большое ещё раз спасибо всем и покедова. Ой, нет, собачки. Да, ну, 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 не надо, пожалуйста. Субтитры сделал DimaTorzok